Стены будто крысы сгрызли. Жители одного из домов в Кировском районе уже несколько лет пытаются добиться проведения капитального ремонта в парадных. В последний раз рабочие что-либо обновляли в здании больше 10 лет назад. За это время все пришло в упадок. С потолка сыпается штукатурка, местами обваливаются фрагменты бетонных перекрытий, а кое-где образовались трещины и даже дыры. Видна кирпичная кладка. Из-за того, что двери и окна закрываются неплотно, в парадной образовалась сырость. По первому этажу бегают грызуны. При этом в доме проживает много семей с детьми. Держать велосипеды и коляски непосредственно в квартирах у нас нет возможности, потому что площадь просто не позволяет. Да и мамочкам не натаскаться. Второй, третий этаж, лестницы, к трубке. Поэтому приходится оставлять здесь. Так вот оставляешь здесь, и коляски все это сыпется с потолков. И коляски, велосипеды постоянно находятся в этом мел, штукатурка. Жители неоднократно обращались в администрацию Кировского района и местный жилкомсервис, откуда приходили неизменные ответы. Средств на текущий ремонт парадных в многоквартирном доме не хватает. Как сообщил нашей телекомпании директор управляющей фирмы, на Балтийской улице 20 большие траты были в прошлом году, когда утепляли чердаки и подвалы, а также устанавливали противопожарные двери. Начисление по данному дому порядка 40 с небольшим тысяч в год. Чтобы понимание было, для того, чтобы сделать одну парадную в данном доме, ну, примерная сметная стоимость, это где-то в районе 150 тысяч рублей. У нас вот есть согласованный план текущего ремонта с председателем Совета многоквартирного дома, в которых эти лестничные клетки есть. Что могу сказать? В следующем году лестницы сделаем. Руководитель жилком сервиса призвал еще немного потерпеть. Все ремонтные работы обсуждаются с председателем дома. И на 2020 год, кроме парадных и лестничных клеток по этому зданию, других статей расхода не предвидится.